Вот смотрите, я захожу на репризм и показываю вам то, что паратакс не влияет на ваш собственный парамайник. Смотрите, я выбираю репризм и процент от баланса. И вот процент от баланса, от баланса моего собственного кошелька, он фиксированный. На него не влияет паратакс. То есть при 500 тысячах монет у вас, как и по белой книге, 10-08%. Это я как сейчас даже по памяти помню. Паратакс влияет только на коэффициент партнерский. То есть он уменьшает только вот этот коэффициент, потому что до включения паратакса у меня было 39.45, а сейчас 38.07. То есть меняется сетевой коэффициент именно от объема структуры, который нам и дает парамайнинг. Смотрите, он удваивает, утраивает и в 4 раза делает больше парамайнинг. Это объем структуры, который очень быстро наращивается. Вот у нас в Ройклубе на старте 8 месяцев назад было 1.200.000 монет в структуре. Сейчас 26 миллионов монет. Ну, насколько тогда выросла структура? В 20 раз, если не в 25, за 8 месяцев. То есть все прекрасно понимали, что объем структуры будет в геометрической прогрессии расти. Ну, представьте, 26 миллионов монет майнятся вот с этой скоростью. Представляете, сколько каждый день монет прибавляется, даже если просто не будет, ну, как бы вливаний в сам Ройклуб, даже если не будут люди в кабинеты инвестировать монеты, а просто на парамайнинг. Поэтому переживать о том, что у вас чего-то там лишнего паратакс отнимет, как бы, ну, вот он. То есть если вы хотите просто сами без Утройклуба, без всяких там структур просто майнить 10% в месяц, это достаточно хороший процент, потому что Сбербанк дает 6 годовых, а здесь 10 в месяц. Вы можете просто купить 500 тысяч монет, завести себе просто призм кошелек, на него положить и спокойно получать 10%. Ну, то есть завести ноду, на нее положить эти 10% и спокойно получать то, что вы хотите. Я помню те времена, то есть было такое напряжение, которое вот сейчас оно происходит, оно положительное. Но дефицит был на монеты, я вам говорю, вот сегодня у меня заявок от просто предварительных на 3 дня вперед на 10 миллионов рублей. Люди хотят купить парамайнинг, просто люди выстраиваются в очередь под записную книжку. Просто говорят, мне на 100 тысяч там забронирую, я завтра в любое время, как только свистнешь, какой курс будет, я по такому и куплю. Ну, то есть чем больше монет печатается, тем больше будет вот этот коэффициент паратакса, но он получается, опять же повторюсь, влияет только на структурный. Понимаю, что влияет на вот этот. То есть через какое-то время будет 38.06, потом 38.05, потом 38.07, потом 37 будет процентов. То есть чем больше будет становиться монет, тем будет падать этот парамайнинг. Но не стоит забывать, что 26 миллионов, 27 уже скоро будет на сегодня перевале, да, за сутки всегда больше 100 тысяч монет. И мы выйдем на вот этот, да. То есть в принципе как бы теми темпами, которыми развивается Рой Клуб, мы перейдем на вот этот коэффициент быстрее, чем паратакс опустится вот к этому коэффициенту, к 34, к примеру. Ну то есть просто, ну такова динамика. То есть скорость изменения паратакса медленнее, нежели динамика масштабирования клуба. Поэтому тут вообще в принципе переживать не за что. Единственное, за что нужно всегда переживать, это рассказал ли ты сегодня хотя бы одному человеку о Рой Клубе и зарегистрировал ли ты сегодня хотя бы одного человека в Рой Клуб и подарил ли ты ему там 100 монет. Вот представьте, если просто все настолько будут осознаны после сегодняшней консультации, что все 20 тысяч человек возьмут и каждый день просто одного человека будут регистрировать в Клуб. У нас будет уже завтра 40 тысяч, послезавтра 80, потом 160, ну то есть масштабирование очень быстро. Но так как в людях сидят всякие шаблоны, средства массовой информации, страхи, которые привиты с детства как прививки, то люди очень долго реагируют на какую-то информацию. Но эффект сотой обезьяны он происходит неизбежно, поэтому его осталось ждать недолго. При 100 тысячах участников даже наши консультации с вами, они просто потеряют какой-то логический смысл. Ну во-первых, потому что уже будет проведено столько консультаций, что все вопросы исчерпаются однозначно. А во-вторых, эффект сотой обезьяны, кто его изучал, тот прекрасно понимает, как он происходит. Ну он произойдет неизбежно. Просто в один прекрасный момент все люди нажмут кнопку вступить в Рой Клуб и все. И нам уже не нужна даже будет, как я ребятам в совете говорил, нам не нужна будет партнерская программа, реферальные бонусы, вовлечение продать монеты дороже, дешевле. Мы будем абсолютно уже условно как Сбербанк. То есть пользоваться призм будет как бы выгодно, удобно, комфортно. И все, что с хорошими словами связано, все будет приложено к этому. То есть уже не надо будет зазывать на реферальные бонусы, зазывать на рост курса или даже на 30% рост того, что в кабинете растет призм. Просто при 100 тысячах реальных участников с реальными объемами монет, это уже необратимая реакция. Потом люди просто заходят пачками. То есть как только 100 тысяч хлопнет, сразу не заметите, как через несколько месяцев будет миллион участников. Потом 10 миллионов, потом 30 и так далее. Потом весь мир. Поэтому тут совсем недолго осталось. 100 тысяч участников я прогнозирую до конца года на годовщину клуба. Этот рубеж мы выполним. Володя, скажи, пожалуйста, когда ориентировочно появятся кнопки вывода средств из кабинета и какие будут доступны системы вывода и будет ли возможность вывода на перфект? Мы-то уже готовы. Это вот все эти вещи там с траншами, с карточками, с наличными средствами, связанные с банковской системой, с международной. Она требует определенных там согласований. У нас есть человек, их даже несколько, которые летают по разным странам и решают вот эти вопросы. Приезжают, ведут переговоры с разными банковскими секторами для того, чтобы автоматизировать эти процессы. Под все эти процессы у нас уже свои собственные организации, фонды, фирмы организованы, имеются с открытыми счетами, с балансами. То есть с нашей стороны все подготовлено. Вопрос сейчас именно в этих согласованиях, заключении договоров. У них же сами знаете бюрократия. Чисто бюрократия нас подвигает в этих сроках. Но она решается и она будет решена однозначно и неизбежно. Нет ничего вообще не решаемого. Вопрос просто времени. Будут все виды. То есть мы если делаем, то мы делаем сразу на все. То есть не так, что мы там сделаем и там будет только перфект. Там будет сразу все. Все, что только можно вообразить и что невозможно вообразить, то мы тоже это туда прилепим. Продолжение следует...